здравствуйте друзья сегодня я покажу как я делаю десерт можно сказать даже такой торт в котором присутствует черника вы меня в комментариях просили показать потому что я уже это упомянула торт без муки и без сахара и начинается он совсем не чернично начинается он шоколадно я даже про это как тоже рассказывала поэтому не буду долго повторяться основа вот то что я сейчас делаю это все взято из интернета называется шоколадный брауни что-то в этом роде и просто поэтому повторюсь быстро-быстро подобные рецепты можно найти в интернете в изобилии просто как-то я уже сказала что смеха ради решили мы жить без муки и без сахара у меня это не очень получается я все время сбиваюсь на мороженое но это детали но во всем остальном я конечно придерживаюсь рецепт просто не затейлив берется какао пропорции такие что на каждые 20 грамм какао идет один банан и одно яйцо 20 грамм какао один банан одно яйцо но скажу сразу с такого количества получается блин а уже готовится готовить поэтому у меня тут 75 граммов какао если надо будет я еще добавлю так сказать 80 граммов на это я беру 4 яйца и 4 банана но это должны быть крупные яйца и крупные бананы у меня не яйца не банана не крупные поэтому я беру 5 яиц и 5 бананов и нужно будет немножко разрыхлителя все это сейчас смешаю вместе и так получилось вот такая вот смесь что-то типа сметаны примерно такой консистенции и мне 75 граммов оказалось маловато я еще немножко добавила какао но я думаю что если вы возьмете на 80 граммов какао 4 больших спелых банана главное что они были спелые и сладкие очень крупные и 4 крупных яйца но должно получиться сейчас я все перелью форму форму я обильно смазала растительным маслом выстелила пергаментом и обильно растительным маслом потому что эта смесь обладает какой-то невероятной липучестью как свежим так и в запеченном виде теперь как обычно ставлю в уже разогретую духовку выпекают до готовности у кого какая плита у меня уходит где-то около 40 минут проверяю готовность деревянной шпажкой все как обычно все так как мы печем обычный бисквит вот такое вот получилось вот оно такое получилось такой блин и дальше рекомендуют не мудрство и лукаво просто сделать шоколадную глазурь или же просто посыпать тертым шоколадом и называют это брауни но мне показалось это скучно пресно и как-то неинтересно потому как душа просит праздника душа просит торта но крем-то как бы нельзя крем как бы вне закона я решила сделать желе вначале я сделала просто желе как полно рецептов и у меня получился такой бутерброд на желе отдельно корж отдельно мне не понравился я придумала другой способ и так я решила сделать два слоя желе для этого мне понадобится молоко для первого слоя черника для верхнего слоя и вот там желатин уже набухает девочки мои дорогие все произвольно желатина я кладу 3 чайные ложки на каждый слой опять же все произвольно и даже не знаю ну молока где-то стакан наверное возьму а черники ну вот черники как черники и так приступаю к изготовлению первого слоя разрезала я этот корж попробую показать какой он там середине очень рассыпчатый поэтому он осторожно двумя руками одной рукой и особо тут ничего не сделаю но вот вам покажу вот положила нижний слой форму который теперь будет использоваться для сборки и буду делать молочное желе проще не придумаешь ты печу молоко когда она уже чуть-чуть подостынет но будет достаточно горячая положу туда набухший желатин и размешаю вот залила пускай он там плавает намокает набухает и понемножку застывает а я приступаю к изготовлению второго слоя желатинного с черникой то же самое дело просто чернику провариваю и когда она уже не кипит и чуть-чуть подостыла но еще горячее добавляю желатин да если кто-то любит сладкое но сахар не хочет использовать вот я использую такой стивиол мне сладости хватает от банана но у меня папа который любят чтобы десерт он был десертом и для него я добавляю ради него вернее я добавляю вот в этот молочный слой я добавляю капелечку вот этого стивиола а якобы он и стиви якобы экологический не верьте все в рот там стиви 0,0 какие-то невидимые глазу и вкусу процента я бы не клала я говорю мне вполне хватает сладости банана но вот не все не всем этого достаточно вот тут он пускай плавает понемножку сейчас я еще сверху положу второй слой и пусть он там весь пропитывается застывает а я приступаю к изготовлению второго верхнего слоя черничного так друзья залила я его черничным желе и уже он ночь постоял у меня в холодильнике полностью застыл поддержать надо конечно подольше чтобы он весь затвердел сейчас открою форму посмотрим что получилось в итоге а в итоге получился вот такой вот тортик его конечно можно еще украсить тертым шоколадом я не буду у нас не для гостей мы для себя давайте разрежем посмотрим как он в середине выглядит вот такой тортик молочный слой полностью впитался получилось такое желированный бисквит так наверное можно сказать и он вкусный уверяю вас не первый раз я уже делаю этот десертик решили мы назвать этот торт росомаха по нескольким причинам не в честь знаменитого супермена нет 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 а в честь животного росомаха во первых он такой коричневато белый как росомаха есть во вторых в нем присутствует черника это ягода лесная росомаха тоже лесной зверь ну больше даже такой тайга леса тундра он живет в принципе лесной и наша фамилия по одной из версий на одном языке похоже на слово росомаха так что пусть будет торт росомаха если вам понравился делается можете как-то по-другому назвать если кажется это не аппетитное а я с вами на этом попрощаюсь всем самого доброго всем самого вкусного самого здорового и полезного в общем всего вам самого хорошего до свидания друзья мои